МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уголовное дело о незаконном приобретении оружия расследуют органы полицейского дознания. Любопытен в этом расследовании тот факт, что речь идет отнюдь не об огнестрельном оружии или боеприпасах. Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Октябрьскому району областного центра возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения оружия. В мае текущего года на железнодорожном вокзале города Иваново сотрудниками полиции был остановлен молодой человек с зажигалкой в виде кастета. Мужчина на входе в помещение вокзала проходил стандартную процедуру досмотра личных вещей. Из карманов он выложил ключи и еще какой-то мелочи, собственно, предмет, который оказался охране подозрительным. А как именно у вас сотрудники полиции обнаружили? Я обнаружил. Выложили, когда проходили через рамки, да? Да, за ним после него. Они вам, соответственно, задали вопрос, что это такое? Да. Я им объяснил. Они сначала замешкались такие. Может, думали, отпустить меня. Но потом он, другой стороны, вызывали. Возвали в состояние в полиции. Меня отвели в дежурную часть. В состояние протокол. Возбудили уголовное дело полицейские далеко не сразу. Вещь, изъятая у гражданина, по своему внешнему виду, напоминала кастет. А это предмет, относящийся к категории холодного оружия. Однако, чтобы признать его таковым, нужно заключение специалиста-оружейника. Я в интернете работал на самом деле. Купил. Ну, заживалку в виде кастет. Питал на закусе. Ну, купили заживалку в виде кастет. Незнание законодательства иногда влечет за собой печальные последствия. Так случилось и с жителем Иваново, который купил изъятый полицейскими кастет, по объявлению в сети интернет. Интересно, что ранее покупатель кастета уже бывал в местах лишения свободы. Объявление о его продаже он нашел в блоке в одной из популярных социальных сетей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подозреваемого избранного мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Первый день наступившего 2023 года запомнился жителям Лежневского района трагическим происшествием. В поселке Савино под колесами автомобиля погиб 19-летний молодой человек. До своего 20-летия он не дожил ровно неделю, а предполагаемой виновницей аварии стала женщина, которая села за руль в пьяном виде. Сотрудники органов полицейского следствия в этой истории разобрались, и сегодня уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение суд. И подробнее об этом в нашем материале. Первый день 2023 года для 19-летнего жителя Лежневского района стал последним днем его жизни. Совсем молодого, еще только начавшего свой взрослый жизненный путь парня с белой автомашиной пьяная женщина-водитель. 1 января 2023 года около 7 часов 30 минут утра на 40-м километре автодороги Лежнева-Савино-Воскресенская 34-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем иностранного производства, совершила наезд на двух пешеходов, ушедших по обочине в попутном ей направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 19-летний парень, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а другой пешеход, 18-летняя девушка, получила травмы, относящиеся к категории средней степени тяжести, вреда здоровью. Мама погибшего парня до сих пор не может выйти из состояния шока. Ее сын не дожил до своего 20-летия ровно неделю. Погибший под колесами автомашины Вячеслав Мулыгин только закончил учебу в колледже и получил водительское удостоверение. Он собирался жить. 1 января у меня разбудил звонок телефона. Мне сообщили, что Слава запил машину. Естественно, я подумала, что ну как бы была машина. Какие-то повреждения, может быть. Может быть, сейчас на скорой поедем в больницу. Все будет нормально. Никак не думала, что такой исход. Конечно же, я собралась и поехала на место происшествия. Там уже я увидела, что мой сын погиб. Что его сбило насмерть. И, естественно, была истерика. Ну, дальше все как бы в смутном каком-то сне, в кошмаре, в аду происходило. Все очень плохо помню в тот момент. Все как бы в тумане проходили похороны. В день своей гибели, по свидетельству родственников, Вячеслав был абсолютно счастлив. Он встретил девушку, которая ему нравилась, из которой давно в силу обстоятельств не виделся. Они вместе встречали Новый год. И под утро вместе возвращались домой. Бабушка, ты знаешь, я давно не встречала девочку. Вот это они как-то разъехались. Она в Коврове училась. Она у нас в Иванове. Бабушка, я встретил вот Катю. Бабушка, это вообще для меня прям как-то мы... Ну, она хорошая была, вот, Чегочин девочка. Хорошая, нормальная. Бабушка, я ее вот только провожу до дома. И я приду. Ты не переживай, ложись, спи. Я приду. Я приду, все хорошо, не волнуйся. Потому что по голосу он был, вот, знаете, вот он, куда сиял. Я говорю, ладно, сынок, все, я поняла, все, все. Я постельку разобрала ему, все, приготовила, легла. Девушка, о которой говорил Вячеслав, тоже пострадала в этом ДТП. Она была сбита пьяной женщиной и с травмами средней тяжести доставлена в больницу. По уголовному делу она проходит, как потерпевшая и свидетель. Прошли несколько метров, я оборачиваюсь опять, уже вижу, как машина съезжает на обочину, движется прямо на нас. Я откликнула Славу, говорю, что там машина. Вот, и потом я отошла ближе к этому, к снежному накату. И получилось так, что он не успел отойти. Меня задело забивать нас в машину. Меня задело его насмерть. Я потеряла сознание от этого. Потом очнулась, и там помогли мне какие-то прохожие встать. Я сначала не поняла, что случилось. Потом, когда встала, пошла вперед, увидела Славу, и просто истерика началась. По факту гибели молодого человека в ДТП следственными органами полиции было немедленно возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские столкнулись с категорическим нежеланием предполагаемой виновницы смертельной аварии признавать свою вину. Женщина как могла пыталась затянуть и запутать следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту А, части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия по данному уголовному делу проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий. Проведены очные ставки, проведено 7 различных экспертиз, осмотрены предметы, которые признаны вещественными доказательствами по расследуемому уголовному делу. Допрошено более 20 свидетелей, работа с которыми осложнялась тем, что все произошло в новогоднюю ночь и они не помнили обстоятельства произошедшего преступления. Несмотря на позицию фигуранки, предварительным следствием собранных доказательств оказалось достаточно для предъявления виновному лицу обвинений и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Сегодня все участники этого уголовного разбирательства ждут решения суда. Женщина, сбившая парня и теперь обвиняемая в совершении преступления, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. И неоднократно. Мне кажется, она даже не сожалеет о содеянном. Но на ее жизни это никак не сказалось. Да, на ее жизни это никак не сказалось. Пострадали только вот мы, я, бабушка. Она просто убила не только одного человека. Она убила меня, она убила бабушку. Просто одним разом взяла и перечеркнула жизни трех человек. Все. Не знаю, как это назвать. И все равно. В ходе следствия установлено, что обвиняемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности трижды за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности. Специалисты следственных органов полиции подошли к расследованию этого уголовного дела комплексно. Наряду с непосредственными обстоятельствами самого смертельного ДТП разобрались в причинах и условиях, которые осложняют дорожную обстановку в месте, где оно произошло. На данном участке автодороги не раз были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, в том числе три из которых унесли жизни трех молодых людей. А в одном пострадали молодые парень и девушка, получив тяжкие телесные повреждения. Кроме того, данный участок осложнен для движения еще и тем, что находится вне населенного пункта и имеет плохую освещенность. В связи с этим правоохранительными органами в администрацию Савинского района направлено представление для устранения причин и условий, которые могут способствовать совершению преступления. Ввиду того, что вблизи данного участка имеются населенные пункты, а также на самом участке недавно открылось увеселительное заведение, бар, пешеходы часто передвигаются по обочинам, в том числе в нетрезвом виде, и правоохранительные органы просят и пешеходов, и водителей быть более внимательными, не нарушать правила дорожного движения, а тем более не садиться за руль в нетрезвом состоянии. От необдуманных халатных действий, связанных с употреблением алкоголя, в один миг может оборваться ваша жизнь и жизнь окружающих людей. В следующем нашем материале мы подведем итоги оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант». Специалисты различных полицейских служб занимались тем, что выявляли различные нарушения миграционного законодательства, которые допускают иностранцы, и по итогам этого рейда около полутора десятков мигрантов подлежат депортации из территории России. Подробнее об этом в нашем материале. Масштабная оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант» проведена полицейскими силами. В ходе рейдовых отработок сотрудники органов внутренних дел выявляли и документировали правонарушения, допущенные иностранцами, находящимися на территории региона. В ходе проведенной операции задокументировано более 200 административных правонарушений в сфере миграции, выявлено и пресечено три уголовно наказуемых деяния, а также выявлено пять нарушителей миграционного законодательства, срок пребывания которых на территории Ивановской области истек, и которые подлежат в настоящее время административному вытворению. Указанные лица помещены в специальное учреждение для размещения иностранных граждан ОМВД России по Ивановской области. Массированные проверки мест скопления мигрантов, предприятий, где задействован труд иностранцев, адресов, по которым иностранцы проживают или просто зарегистрированы. Этой рейдовой работе предшествовала работа оперативная, направленная на выявление объектов всех перечисленных категорий. Итог – масса задержанных и значительное число задокументированных нарушений. Сколько лет вам? 30. 30 лет? Да, вот. А, 300. Вы считаете? Ага. Вы знали, что без путянницей уже работают? 300. Вы считали, сколько вам лет? Сколько вам лет? Таких трехсотлетних, почти ничего не понимающих по-русски иностранцев, сотрудники полиции выявили немало. Среди задержанных попадались и те, кто на своей родине привлекался к уголовной ответственности. Привлекались к уголовной ответственности? Я не могу. Ну, судимы были за что-нибудь? Нет. А в Узбекистане? Да. А за что там были судимы? Да там мальчики были, ну как-то, вообще молодые были. Что они творили? Они с чего хулиганились на улице. Ну, а как хулиганили-то? Украли что-то? Да нет, ничем не играли. Просто подрались там. Пораблились на контроль. То есть на территорию Узбекистана за драку привлекались, да? Судимый в Узбекистане за драку мужчина приехал в Россию, как и все его земляки, с надеждой заработать денег. Он тоже не очень хорошо владеет русским языком, но надеется закрепиться на территории России и получить патент на трудовую деятельность. Мы же надеемся на то, что здесь он, не как у себя на родине, драться ни с кем не собирается. Сейчас никуда не работаю, подработка дает. Сейчас денег нет именно. Я вот, смотри, 15 дней пришел сюда. Сейчас скоро дает. То есть вы в процессе оформления документов, да? Укладчики-плитки, каменщики, водители и повара, труд мигрантов задействован во множестве сфер экономической деятельности. При этом в стремлении получить дешевую рабочую силу работодатель, как и сам мигрант, зачастую пренебрегает российским миграционным законодательством. Иностранных работников на территории нашего региона достаточно большое количество. Они работают у нас как в сфере обслуживания, так и в сфере торговли, так и в сфере питания. Так, например, в этой операции у нас обнаружен иностранный гражданин, осуществляющий торговлю и приготовление шаурмы в одном из павильонов города Иваново. Готовил эту шаурму буквально руками, без перчаток, то есть в условиях антисанитарии. И плюс к тому он не имел разрешительных документов и не прошел обязательное медицинское освидетельствование. Работодатель, нарушающий миграционное законодательство, это отдельная тема для полицейского разбирательства. В ходе рейдов полицейские составили около трех десятков протоколов по фактам незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Граждане, наши граждане Российской Федерации, предприниматели, которые принимают на работу указанных лиц, также несут ответственность в случае, если они допустили до осуществления трудовой деятельности иностранных без соответствующих разрешений. Такие факты у нас также выявляются. По каждому факту проводится административное расследование и виновные лица привлекаются к ответственности. А как устроились на такую работу, подработку? Через кого? Как? Начальник сейчас Коля и Юра. А Юра это кто? Начальник ваш? Да. А как вы на него вышли? У вас есть патент? А, не сделал. А, не сделал. Не успел я. Деньги нет. Этот задержанный знает не больше четырех десятков ломаных русских слов. В России он уже больше трех лет, но, разумительно, общаться так и не научился. Говорит, что работал в Москве дворником и сегодня пытается заработать денег на свадьбу старшего сына. Я это восемь месяцев назад приехал. Документы почему не успели оформить? У меня это не успели, пока денег нет. Я это перевод сделал хочу. Это патент на Москву. У меня есть патент всего. Есть патент. Что у задержанного есть, а чего нет, понять его слов невозможно. Проблема все та же. Абсолютное и тотальное незнание русского языка. Этот гражданин имеет на руках выданный в Москве патент на трудовую деятельность и московскую регистрацию. На территории нашего региона он находится с нарушением действующего законодательства. То есть у вас есть патент, чтобы работать в Москве именно? Да, именно. И регистрация московская у вас? Да, регистрация тоже. Я вчера проехал, я не успел. Как срочно? Вы знали, что без патента работать нельзя? Да, я понял. Это первый раз. Все равно решили бы работать, да? Всего в ходе недельных рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили 256 нарушений миграционного законодательства. Это несоблюдение правил въезда в Россию или режима проживания, незаконное осуществление трудовой деятельности. Отловлено и приготовлено к депортации 12 иностранцев, уклоняющихся от исполнения решений о выезде за пределы Российской Федерации. Вынесено 11 судебных решений о выдворении из России лиц, пребывание которых на территории нашей страны нежелательно. Кто-то из этого числа уже отправился в путь. В пользу случаям хочу обратиться к жителям региона. Если вам стало известно о случаях проживания, либо осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, срок пребывания, у которых истекли, имеются какие-то другие нарушения законодательства, обращаться в любое близкое к вам подразделение полиции с соответствующей информацией. Жительница Иванова не стала жертвой мошенников, потому что очень хорошо разбирается в том, как проводятся различные розыгрыши и лотереи. Девушка этим увлекается и поэтому сразу сумела распознать предложение поучаствовать в такой лотерее, которую и сделали мошенники. Жительница Иванова могла стать, но не стала жертвой дистанционных мошенников. Неизвестные преступники попытались ее обмануть. Отсунув на электронную почту, интернет-ссылку на сайт, где якобы проводился розыгрыш денежных призов. Мне на почту пришло сообщение, в котором была ссылка на сайт, где был розыгрыш лотереи. Я иногда участвую в лотереях и не обратила внимания. Сначала подумала, вот очередная, и решила перейти на этот сайт. Имеющий опыт участия в подобных реальных розыгрышах женщину, открывшийся по ссылке сайт почему-то насторожил. Какое-то шестое чувство и знание того, как проводятся такие лотереи, подсказали, в этом случае следует быть осторожнее. Посмотрев сам сайт, поняла, что он очень пытается быть настоящим, но мне показалось, что он поддельный, и я решила это проверить. А, что именно в нем было подозрительно? Подозрение у меня вызвало то, что при переходе на этот сайт, когда ты открываешь его, то сразу высвечивается, что тебе как бы в подарок дарят один лотерейный билет. И ниже сразу есть чат, в котором люди как будто тоже прям сразу на этом же сайте начинают писать сообщения о том, что они ждут розыгрыш вот конкретно как раз сейчас вот этой лотереи. Обилие положительных отзывов от участников проводящейся онлайн-лотереи зашкаливало. Именно этот факт женщина приняла за странность. В дополнение к сыпавшимся восторженным отзывам вдруг появилось оповещение о выигрыше. Как только вы открыли сайт? Как только я открыла, да, этот сайт. И сверху начала сразу денежная сумма показываться. То есть как будто бы вы сразу выиграли? Да, как будто я сразу прям выиграла. И поскольку я активно пользуюсь интернетом и вижу периодически информацию и в интернете, и в телевизоре, что бывают такие мошеннические действия, я решила посмотреть на домен этого сайта. И он просто хаотичный набор букв. И ни одна компания, которая проводит лотереи, не стала бы регистрироваться не под своим, по сути, официальным названием, а просто как кучка букв. Среди прочего, женщина, распознавшая мошеннический сайт, руководствовалась своим здравым смыслом. Организаторы розыгрыша, а точнее неизвестные аферисты, выразили гипертрофированный и какой-то неестественный восторг по поводу ее появления на сайте. Все было нацелено на то, чтобы вот поскорее, вот прямо вот сейчас, все это действие произойдет. Причем штука в том, что сообщение на почту-то пришло то ли вчера, то ли позавчера. То есть как будто вот прям вот все так и ждали, когда я зайду на этот сайт. Дальнейшее аккуратное изучение интернет-ресурса только убедило нашу героиню в том, что имеет она дело с неизвестными преступниками. Открывающиеся на сайте электронные формы требовали от участника розыгрыша того, чего делать категорически нельзя. Впоследствии, если там нажать на кнопку, то введите номер карты и так далее. И, конечно же, так мошенники пытаются вызвать уже личные данные. А вы, конечно, карту свою не ввели? Конечно, нет. В общем, знали о том, что это делать нельзя? Да, все именно потому, что есть сейчас достаточно много уведомлений и в интернете, и в телевизоре. Иногда даже просто листовки о том, что происходят всякие мошеннические действия и чуточку внимания. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова